Жалко, что нельзя сделать звук именно рельс в железо дороги меньше, именно ее, вот, то есть не блоков там, не, а именно, блядь, ее, ну, блядь, окружение, а это же и другое окружение будет тихим. Вообще нихрена, блядь, все пиздец громкое, это блоки, скорее всего, ну-ка, блядь, она вообще выключается, это не блоки, игроки, блядь, нет, это и не игроки, блядь, подожди, чего, это не окружение, это не игроки, враждебные существа, это не враждебные существа, погода? Это не погода, музыкальные блоки, это не музыкальные блоки, мирные существа? Не, ну, не, ну, в целом, не, ну, в целом, если, если представить, вот, если представить, что у тележки глазик и ротик, и она тебя катает, потому что любит тебя, то в целом это логично, но, насколько я знаю, тележка не такая в Майнкрафте, я, я, это очень странно, окей, ладно, некоторые вещи в Майнкрафте не понять, Так, ну, ладно, это даже хорошо, честно говоря, потому что звуки мирных существ, это не самое вообще важное А, ну, действительно, один раз отключил и всё А всё? А всё? А всё? А всё? А всё? А всё? А ты что хотел? А всё? Ну, ты, прямо скажем, не красавец Всё, ладно, пойдёмте, ребят, голову убивать А потом строить конюшню Так, ладно, ребята, а что мы делаем? А, мы идём из сушителей фигарить, у нас здесь очень, господи, из сушителей, ну, вы поняли Мы идём этого фигарить У нас здесь рядом проход есть Ух, блядь, сколько их здесь! Блядь, ребят, голова не падает, нихуя Блядь, слушайте, как они меня душат, ёптвою мать бэ Лучше б вместо них спавнились скелеты эти Они как-то тусуют в другом месте Кстати, ребят, мне что-то сказали про сотый левел Если я возьму сотый левел, я смогу с кем-то попиздиться или что-то такое Это, типа, был фейк или здесь реально есть завязка на сотом левеле какая-то? Пиздёшь? Блядь Ну вот на самом-то деле, вот если так без прикола, годная же идея Блядь, реально нетрудно реализовать Ну чё, Майнкрафт просто не... Я уверен, что если дать эту игру в руки мододелов Вот чтобы они могли реально руководить ей, из-за этого, грубо говоря, им бы ничего не было Игра бы просто стала божественной Блядь, там целая орава их стоит Блядь, их просто раз, два, три, четыре, пять, шесть человек там Ёб твою мать, блядь А куда все делись, блядь, не понимаю Слушайте, их стояло шесть Блядь, в итоге я убил двоих Они, блядь, самоубийство совершили, или что? Они где-то здесь бегают, вот Голова! Ничего бы не вышло Голова! К слову о сотом левеле Блядь, реально, ты взбесился? Это, блядь, что такое было? А, реально Ну, если вы знаете прям английский Вау, вторая выпала! Через какое-то время А вот и третья голова, лол Все, чат Пошли убивать босса А, для начала Я хочу Попасть домой А с него падает что-то крутое? Да, 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 да Нет, 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 нет Блядь, блядь, как всегда, чат Да хуя опыта и звезда Ее можно юз для маяка, который дает бафы К слову, у тебя ДР в один день с моей матерью Благодаря этому я запомнил, когда у нее день рождения Блядь, я, ну ты скажешь Благодаря этому я запомнил, когда у тебя день рождения Благодаря этому я запомнил, когда у моей матери день рождения, блядь, Карл У матери, блядь Благодаря тебе я запомнил, когда у моей мамы день рождения Спасибо большое, нахуй Блять, ад уебищный тем, что Здесь ну просто пизда, бля Хуй пройдешь Вот реально просто Тебя обойти надо как-то, я не понимаю Мне вообще туда надо Пиздец, я вообще не понимаю, как это пройти Бля, лол, чат, ну это трэш Ну что, мы будем каким драться С помощью зачарованного золотого яблока Либо просто золотого яблока, чат Конюшню будешь делать? Да, мы сейчас конюшню будем делать Простое, окей Так, но сначала я предлагаю построить Во-первых, сначала я предлагаю назвать коня Для этого нам нужна одна бирка И я предлагаю построить ему конюшню Жеребец, овец, ебец, тройбой Можно так Троянский конь, понятно Все? Нам нужно построить для него конюшню, чат Предлагаю сделать ее из дерева Не этого какого, обтесанного Как вам такое? Давайте, пойдемте дерево буря нарубим Так, и следующая задача какая? Ребята, после убийства иссушителя мы что? Начнем подготовку на дракона Или дракона оставим Какие нам еще дела? А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Между иссушителем и драконом будет пробел А чё нет, мы будем искать костяного коня сначала Блядь, для этого, наверное, нам понадобится полёт С помощью полёта можно его найти Блядь, конечно... А, слушайте, а костяную лошадь можно только именно в грозу найти? В Майнкрафте было так Чем больше на чьи-то не спал, тем больше шанс, что гроза пойдёт Это реальная информация, чат? Правда? То есть нам надо просто не спать, дохуя На АФК стоять Блядь, будем на АФК стоять порохи всё время В игре есть скелет, она есть Во время грива, что уравнение и рисование заспаунится лошадь-ловушка Чем больше уровень сложности, тем выше вероятность этого Суть этой лошади в том, что если игрок подойдёт к ней на 10 блоков В неё ударит молния И раздастся чудовищный звук И появится 3 или 4 всадника с зачарованными луками и железными шлемами Уровень зачаровывания и их обмундирования также зависит от сложности игры Это явление крайне опасно для игрока Если обычные скелеты приносят немалые хлопоты То скелеты с зачарованными вещами и на быстрых лошадях будут сущим кошмаром Они наносят много урона Будут преследовать игрока повсюду, не отставая от него И убить их очень трудно Потому что если игрок решит дать отпор и атаковать их При его приближении к ним они отступают назад И достать до них чем-то, кроме метательного оружия, невозможно Единственное... О, ужасно! На детей страха нагоняешь Чтобы дети такие ебаки видели Господи боже мой Короче, я просто пойдем ебало набьем этой лошади Скину, блять, нахуй этих всадников с лошадей Блять, я басу их Их кости, блять Соберу их Скормлю кости Эвиденсу, Джоксеру И кто там у нас? Третья псина А потом они выструт Их У меня за домом Так, конюшня Предлагаю ее построить вот тут И надо определиться ее размерами Ммм, обработаем это Пол из сена? Нет, мои лошади достойны лучшего Это царская конюшня Это пока просто заготовка Подождите, все будет нормально, чат, не ссать Пока перед оформили Ну, более-менее Это пока перед Просто зад еще портит все Вообще прикольно получается А внутри все оформим потом Внутри вот сейчас мы это сделаем И оформим внутри все это дело Здесь, типа, можно, блять, вот это сделать Ха, кстати говоря, неплохо Если расположить эти штучки в нужном порядке В целом нормально, заходишь так В одну сторону было бы как-то ебанно А так они стремятся друг Друг к другу К тому же можно открывать Чтобы лошади могли дышать Вот, например, здесь сделано стойло Смотрите Здесь сделано стойло Только я понял их ошибку Я понял ошибку расположения, блять, чат Надо, чтобы они открывались в целостный люк Их надо по-другому расположить Их надо друг на друга По две штуки наталкивать Так Я ж, блять, отошел Блять, реально, нахуй Пизда, блять Отошел, я реально в ебеня И все равно Здесь будет Может быть здесь такой большой один сделать загон Вот это вот такой один большой загон Для парных лошадей Для развода Для развода Понимаете? Здесь лошади будут трахаться Мы будем здесь спаривать конкретных лошадей Заводить в этот загон Одну И вторую И они будут здесь ебаться В этом загоне А здесь будет по отдельности жить Ну, стало получше Однако, все равно, конечно Где-нибудь, может быть, мы потом подделаем что-то Я хуй пойми Ну, в целом Есть над чем поработать, конечно Но Это потом Ну что, чат Мы идем ебашить иссушителя Окей, давайте два Нафтики пожар Сделать зельки А я без зелька его не убью, что ли? Что-то мне кажется, что он не такой сложный Как вы говорите Окей, давайте без Без всякой хуйни Че, пошли? Так, это получается Че мне ставить? Песок Так И три головы Блядь, я даже не знаю Как он будет пиздиться Мне кажется, вы меня наебали, чат И мы не должны были здесь с ним пиздиться Блядь, он регенится, что ли, постоянно? Блядь, я даже не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нахуя я яблоко съел, блядь? Я подумал, что яблоко дебаф снимает Че за хуйня, блядь? Я думал, что там че-то будет ебанутое А можно было бегать вообще по кругу И просто танковать его и жрать Оно хилит тебя на полную? Оно хилит тебя на полную, но хз, как бы я, короче, зря его применил сейчас Молоко снимает все эффекты? Ну, хорошо, а от его иссушения я мог излечиться молоком? Блядь, тогда надо было просто взять молоко и все нахуй Молоко плюс еда и он изи умрет, блядь, пиздец, че за бред нахуй Что все эффекты? Да мне поебать на все эффекты Я пришел бы просто, блядь, без яблока ебаного Какие все эффекты? На мне ни одного эффекта нет Без яблока Какая нахуй разница мне на эффекты? Так он снова бы вышел Вешал бы? Так какая мне разница, что он снова бы вешал? Я бы его использовал, только чтобы отрегениться Я бы его пиздил, 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 пиздил мечом Потом отходил бы за угол, пил молоко, жрал бы еду Ирегенился, возвращался, пиздил и так далее Оно крафтится из обычного яблока плюс 8 кусочков золота Ну ладно, мне просто жалко было его, ну ладно Если он легко крафтится, тогда посрать Хорошо, у нас появился звезда Незера Вот так делается маяк И знаете, где отлично будет работать маяк, ребята? Знаете, где круто будет смотреться маяк, ребят? Маяк будет смотреться круто, вот на том куполе Где нам использовать маяк и что самое главное, нахуя? Да нахуй вообще нам его работа, он дает какие-то бафы или что? Он дает разные бафы и нахуй он нам нужен Я его буду использовать для декорации, ух, блядь, что-то у меня Что маяк работал, нужно минимум 9 железных блоков, потрясающе Для бафов, лол? Ну окей, а нахуй он не нужен для бафов? Ну будет он стоять бафать где? Постой для него станцию отдельно Будешь ломать блоки, например, быстрее Можешь над ним Он реально чисто для декора Я просто не понимаю, куда нам его нести И что самое главное, нахуя он нам нужен Именно вот бафы он дает И что, например Для чего мне, блядь, с ним бафы ебаные? Чего, блядь, первичные? Скорость Так, блоки это быстрее, а удар наносит с большей частотой Это типа разный вид пирамиды Уменьшает весь получаемый урон Высокопрошка увеличивается на полблока Окей, получается, эта пирамида самая пиздатая А радиус-то работ какой? Бля, в 50 блоков при максимуме Но это вообще Блядь, он бесполезный Его либо надо вот сюда хуярить Чтобы рейды отбивать было легче Вот сюда его ставить Больше я даже не знаю Я даже не знаю Как бы нахуя Он выглядит прикольно и все Реально его как декор хуярить То есть смысл его Ты с ним не будешь бегать Там, таскать его и ставить Условно говоря, в шахту Где ты будешь быстрее добывать ресурсы Он реально непонятно нахуя Я, кстати говоря, не понимаю На кой хуй Опять же, в Майнкрафте Они сделали вот этот бесполезный предмет Они дали ему возможность давать бафы Но они для чего его дали, блядь А если он должен выстроен быть из пирамиды Его нахуя, блядь Ну вот он бафы дает Нахуя То есть они хотели, чтобы бафы помогали игрокам Чем они, блядь, помогают? Уйти с ванилой после выполнения всех ачивок, блядь А какие там ачивки? Где вообще ачивки-то посмотреть Которые у меня выполнены И которые осталось? Ребят, есть? Как-то можно глянуть? Паразитик крестьянина молнией Убейте скелета в состоянии не ближе 50 метров Это, кстати, прикольно Но их тут, кстати, мало Лол, да они уже почти все выполнены, блядь Это все ачивки? А, новые открываются Блядь, а это классно Че, чат, как вам такой челлендж? Заманите Гаста в обычный мир А затем убейте его, блядь Пиздец Бля, по-моему, это будет весело очень Там есть суперсложные Но я не обещаю, что выполню абсолютно все Но... Тогда, ребята, нам нужно будет убить дракона А после этого заняться челленджем с ачивками Мел также начинал, потом установил мод на 600 ачивок Нет, мы установим потом, ребята, моды на фэнтези мир У нас будет сезон второй Майнкрафта Там будут, как я уже сказал, боссы, блядь Данжи Всякие новые монстры, блядь Фантастические, блядь, оружия Блядь, всякая хуйня Постараемся делать такую дерьмо Вот У нас потом другое приключение У нас большое приключение Да, у нас большое приключение А 26-го числа Если меня уже разбанят к тому времени Мы с вами пойдем поиграем в Майнкрафт-энжин, который выйдет Посмотрим, что это за игра Это, конечно, сегодня На сегодня, я думаю, это финал, чат Сука На сегодня, я думаю, что это финал Субтитры сделал DimaTorzok